У Тамары Саньковой осенью 2011 в аварии погиб муж. На руках у женщины осталось шестеро детей. Старшей девочке сейчас 14 лет. Младшему сыну 8 месяцев. Справляюсь как? Как приходится сама. Помогать мне некому. Как получается. В тот день вспоминают родные. Иван Саньков поехал с товарищем на рынок ХТЗ. За рулем «Жигулей» сидел Виктор Свинченко. Он вспоминает, на улице Мира в их машину врезался автомобиль «Черри». Водитель китайского авто не уступил дорогу, хотя ехал по второстепенной. Ну как он объясняет, что он просто потерял сознание, упал на руд. А в правый бок он ехал. Получается, вперед правый бок. То есть как раз больше всего попало? Попало ему, да. Он же с правой стороны сидел. Суд первой инстанции признал водителя «Черри» Сергея Тюрина виновным в случившемся. В приговоре указал, что мужчина грубо нарушил правила дорожного движения. Подсудимого служителя Фемиды приговорили к условному сроку. Суд учел, что у него есть пожилые родители, живут в Белгородской области. Что якобы он единственный кормилец. И все это суд учел, признал смягчающими обстоятельствами. Я считаю, что это несправедливо, потому что все-таки должны были 6 родителей остались без кормильца. Теперь справедливость потерпевшие отстаивают в апелляционном суде. Сегодня здесь прошло первое заседание. Родственники погибшего требуют, чтобы виновника аварии посадили в тюрьму и заставили его возместить ущерб. Он не только говорит на суде, что помогать будет. А так суд закончился, он даже не подошел, не сказал, куда вам, что вам, перечислять или не перечислять деньги, или так отдавать. Сергей Тюрин, который был за рулем Черри, общаться с журналистами не захотел. На стороне потерпевших стоит прокуратура. Гособвинители просят для подсудимого 5 лет тюрьмы. Слушание по делу продолжится через 2 недели. Ольга Коростелева, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».